МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казанский федеральный университет прибыла делегация рекрутинговой компании «Пекин Тьянфу». Ученому КФУ присуждена премия имени Арбелли. В попечительском зале Казанского федерального университета состоялось заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан. Повестку заседания включало в себя обсуждение концептуальных решений вузов Республики в сфере цифровизации, торжественную церемонию вручения свидетельств на получение грантов президента Российской Федерации, а также обсуждалось введение в вузах должности проректора по воспитательной работе. А теперь к другим новостям. Совсем скоро в ноябре Казанский университет отметит 215-летие. В честь торжественного события ректор КФУ Ильшат Гафуров подарил университету пианино 1930 года, приобретенное им на собственное средство. Подробности смотри в сюжете далее. К 215-летию Казанского университета ректор КФУ Ильшат Гафуров решил подарить музей истории пианино 1930 года. Инструмент опробовали на месте. Пианино настроено, звучание у него хорошее. Я сюда часто заходил и видел, что то пианино, которое стояло здесь, оно, в общем-то, диссонирует с нашим музеем. Поэтому было принято решение найти исторические пианино, что было сделано. Ну а некоторые могут задать вопрос, почему это не произошло в ноябре, вне юбилея. Разницы никакой нет. Я получил заработную плату и решил часть потратить на покупку данного инструмента. Пианино будет расположено в музее истории КФУ. Играть на нем смогут все желающие. В скором времени планируется также поменять рояль, расположенный в актовом зале КФУ. Я думаю, таким образом мы поменяем скоро и рояль, который стоит в актовом зале. Вообще, к разнику нашему 26 ноября, который мы будем отмечать, немножко поменяется и наш актовый зал. Капитально мы его изменять не можем, потому что этот объект сегодня является объектом культурного наследия. Ну, как говорится, от перестановки слагаемых ничего не меняется, но мы его приведем в более такой исторический вид. Валерия Амратова, Ленардо Влесьяров, Универньюс. Более 13 500 студентов, в том числе более 3 тысяч иностранцев, впервые переступили порог Казанского университета, чтобы начать долгий путь к изучению своей профессии. В честь этого 18 сентября состоялся праздничный концерт в деревне Универсиады. Подробности смотри далее. Ежегодно после завершения заселения всех студентов собирают на площади у спортивного блока деревни Универсиады, чтобы торжественно вручить студенческие билеты и посвятить студенты Казанского федерального университета. Этот год не стал исключением. Ректор КФУ Ильшат Гафуров поприветствовал студентов-первокурсников. Я желаю сегодня вам, чтобы вы никогда не жалели о выбранной профессии, о том, что выбрали местом продолжения учебы Казанский университет и поздравляю вас с прибытием в Казань на площадку нашего университета. Первыми студенческие билеты из рук ректора получили студенты, набравшие максимальное количество баллов ЕГЭ. Прямо со сцены их поздравили почетные гости. Первый заместитель министра по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов, президент Лиги студентов Республики Татарстан Руфат Киямов, а также первый мэр деревни Универсиады, министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганеев. Я думаю, пройдут года, и вы будете вспоминать не только этот вечер, вы будете вспоминать первые дни начала учебы в Казанском федеральном, когда у вас появились первые друзья, первые подруги. Скучно в этот вечер не было никому. Яркие номера приковывали все внимание к сцене. Ребята поделились своими впечатлениями от праздничного вечера. Впечатления у меня грандиозные. Мне очень нравится здесь обучаться, участвовать в его творческой жизни и вкладывать частичку себя в такую большую семью. Первокурсники уже подружились друг с другом и теперь являются одной большой дружно-студенческой семьей. Валерия Муратова, Ленардо Влесьяров, Универньюс. В Казанский федеральный университет прибыла делегация рекрутинговой компании Пекин Тяньфу и директора школ Китайской народной республики. Обо всех подробностях далее. Казанский федеральный университет Казанский федеральный университет посетила делегация рекрутинговой компании Пекин Тяньфу и директора школ Китайской народной республики. Сотрудничество между КФУ и компанией развивают уже на протяжении пяти лет. Гости отмечают, что этот год особенный, так как в 2019 году отмечается 70-летие независимости Китайской народной республики. В связи с этим осуществляется множество обменов. Сегодня мы привезли представителей образовательных организаций средних школ провинции Сычуань для того, чтобы они поближе познакомились с КФУ, для налаживания дальнейших связей между учениками, студентами и преподавателями. У нас уже есть достаточно большое количество проектов с КФУ. Надо сказать, что наше сотрудничество очень успешное и результаты многочисленные. Для китайской делегации прошла экскурсия по музею КФУ, где Костя познакомились с историей университета и увидели интересные экспонаты. Посетили также аудиторию, где когда-то учился Владимир Ленин. А после в зеленом зале прошла встреча с представителями Казанского университета, где обсуждались вопросы подготовки и обучения китайских школьников и студентов в Казанском университете. В начале встречи проректор по внешним связям КФУ Линар Латыпов рассказал о Казанском университете, отметив приоритетные направления и данные статистики. О помощи КФУ китайским школам сказал проректор по образовательной деятельности Казанского университета Дмитрий Таюрский. Мы готовы оказать всю методическую поддержку для того, чтобы помочь школам Китая проводить уроки по фундаментальным наукам на русском языке. Важным событием стало подписание соглашения между КФУ и средней школой Китайской народной республики. В конце курса будет завершающий экзамен, после которого студенты смогут приехать на обучение в КФУ. Предполагается, что профессорско-преподавательский состав Казанского университета будет преподавать некоторые курсы на площадке этого подразделения в Китае. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. Ученый Казанского федерального Рустем Хазипов удостоен премии Российской академии наук за исследование головного мозга. Более подробно смотри в следующем сюжете. Ведущий научный сотрудник нейробиологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Рустем Хазипов отмечен премией имени Леона Арбели, которая присуждается Российской академии наук за выдающиеся работы в области эволюционной физиологии. Цикл работ Рустема Хазипова, который также является директором исследования Академии наук Франции, содержит новые данные в области физиологии развития нервной системы. Мы исследуем физиологию раннего развития нервной системы на тех этапах развития, которые соответствуют эмбриональному периоду у человека. То есть это второй и третий триместры беременности. Параллельно с этим мы исследуем то, каким образом функционирует мозг у грызунов, таких как мышей и крыс, которые являются для нас моделью развития нервной системы у человека. Исследователям были получены принципиально новые данные о механизмах, которые стимулируют развитие головного мозга человека в утробе матери. То, каким образом мозг функционирует на самых ранних этапах развития, эмбрионального развития, было известно очень мало. Мы обнаружили, что каждое движение ребенка имеет очень большое значение для работы мозга. Когда он дергается, он трогает чего-либо. И знание о том, чего он дотронулся, оно проводится в его самосенсорную кору. И запуская те формы активности, которые эти движения запускают, обеспечивается настройка нервных сетей и формирование их. Если же этот процесс нарушается, возникают болезни. Надо сказать, что многие болезни зарождаются именно в этом периоде. Ученый в своих исследованиях занимается нормальной физиологией, то есть исследует процессы, которые происходят в здоровом организме, а также исследует различные заболевания. Также исследуем заболевания, которые связаны с развитием мозга, в том числе влияние ишемии, исследуем механизмы эпилепсии и эффекты веществ, которые могли бы вылечить это заболевание. Также исследуются механизмы боли и мигрени. Ученый Казанского университета в своих исследованиях использовал самые современные электрофизиологические подходы. А результаты исследований представлены в 30 научных работах, которые опубликованы в ведущих международных журналах. Эльвира Зорина, Александр Юдин, Универньюс. На этом у меня все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok